У нас вопрос есть такой. Объясните место из Библии, Откровение 22 глава, 2 стих. Среди улиц его и по ту и другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Вот то, что я говорю. Древо жизни есть, а древо познания добра и зла нет. Нет. Почему? Потому что посредине между познанием добра и зла и деревом жизни в конце есть посредине очень важные слова. Там написано, что я буду им Богом, а они будут мне народом и больше не будут говорить «познай Бога». Потому что я буду обитать среди них, и они будут знать Меня и законы Свои напишут на скрижальных сердцах. То есть на нашем сердце будет написано то, что видит Бог. Вот здесь уже не будет надобности в познании того, что такое хорошо и что такое плохо. Мы уже будем как Он? Мы не будем как Он, мы будем Его детьми. Ведь Иисус дал нам власть, Он дал нам власть быть чадами Божьими. Кто такие чады Божьи? Сын Короля, Сын Царя, Суть. Царь. Соответственно, мы имеем то же самое и тот же надел в Царской Божьей. То есть мы переродимся. Мы переродимся. И написано, что Рад не пребывает вечно в Доме Господина, а Сын пребывает вечно в Доме Господина Своего. Соответственно, нам не нужно будет познавать, что такое хорошо, что плохо, потому что мы полностью доверимся Ему. И там то, что Его, наше, соответственно. Не то, что наше Его, потому что мы будем одно с Ним. Хорошее слово, да. А дерево жизни нам нужно для исцеления народов, для того, чтобы приносить плоды, для того, чтобы продолжить нашу вечную жизнь и так далее. То есть, ну, я вижу такую аллегорию. А что это за дерево жизни? Что это? Это что-то? Это образ какой-то? Это про что? Про кого? Про, как вы думаете, не про кого? Это просто дерево? Ну, на иврите называется этсахаим. Как бы, этс – это то, что произрастает из земли. То есть изначально мы знаем, что вначале было ничего. Потом Бог создал что-то, что называлось земля и небо. И вот из этой земли потом произросли растения. То есть, это что-то, что произошло из первичной субстанции, которая была создана, называемая земля, как написано в Библии. Соответственно, это то, что зародилось. После того, как оно зародилось и выросло, произошли еще какие-то моменты до того, как появился человек. И потом, когда оно зародилось и выросло, и появился человек, у человека было что есть. У него было зачем ухаживать, у него было что продолжать. И, соответственно, дерево жизни – это то, что дает, и Писание об этом говорит, дает нам и в жизнь вечную. Соответственно, жизнь, она не та жизнь, о которой мы сегодня говорим. Вот мы там родились, прожили, заплатили налоги и умерли. А эта жизнь вечная, она начинается в момент нашего покаяния, совсем не после смерти. И вот это как бы очень важно, что мы приближаемся к этому древу жизни по мере нашего освящения. Написано, святое освящается еще. Когда мы придем в святость, достаточную для того, чтобы Господь нас к себе призвал, все остальное сделает Он. Но от нас зависит очень много. И дальше наша вечная жизнь продолжается благодаря этому. Я думаю, что это больше аллегория, чем само дерево. То есть мы не будем подходить к нему и заправляться от него. Я понял, да. Что ты думаешь? Да, я считаю, что любое слово, любая вещь или какое-то явление, которое произнесено, далее написано Богом в его слове, в Библии, имеет также свою, в определенный момент, не всегда, да, но имеет свою визуализацию. Вот, допустим, мы, когда мы читаем об облаке, да, которое сопровождало еврейский народ, днем был облачный стол, да, и ночью был, мы же понимаем, что это образ водительства Духом Святым. Это, по сути, водительство Духом Святым. Но понятно, что они все равно видели это облако. Я думаю, что Адам, Ева все равно визуализация была, она существовала. Ну, и опять же, если вернуться вот к аналогии свету, да, интересно, да, что, опять же, в самых первых снях мы читаем, чтобы был свет. А в конце книги Откровения написано, что нету даже нужды в свете, да, в этом городе, в небесном Мурсалиме. Потому что Агнец есть свет его. То есть я думаю, что если это так работает, значит, я могу на основании вот этого библейского принципа повторения, да, то, что я уже знаю, то, что я читал, прийти к выводу, что Иисус, ну, по сути, Он и есть то самое дерево жизни. Да. И не случайно 15 глава Иоанна об этом говорит, да, я лоза, а вы ветви. То есть он недвусмысленно просто дает понять вот эту вот потрясающую, на мой взгляд, визуальную аналогию. Он хочет, чтобы мы на уровне визуализации понимали вот эти духовные принципы, законы и жили в соответствии с ним. Перед тем, как мы перейдем к следующему вопросу, вот что я вам зачитаю. Первое Коринфянам, 15 глава, уже как-то звучало в эфире эти местописания, но апостол Павел говорит о воскресении, он связывает это с нами, что мы как вот семя, да, написано. Когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому в семени свое тело. И дальше он ведет, 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 сеется в уничижении, когда человек умирает, да, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе. Это он говорит о воскресении. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Если тело душевное, есть тело и духовное. Так написано, первый человек, Адам, стал душею живущую, а последний Адам, есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстный, каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного. И поэтому, что бы ни происходило там в Эдемском саду, Христу, как я вижу, все равно надо было бы прийти, потому что он Господь с неба, в отличие от Адама, который был перстным. И вот он проводит вот эту аналогию, он как бы проводит, что мы как семя, да, вот мы, мы же семя, не как семя, мы семя, да. Нас тоже когда-то посеяли, мы, да, возникли. Вот как написано, семя и жатва вовек, да, вот будет. Этот принцип, он работает везде. Я еще раз хочу подчеркнуть, потому что это мой подвиг веры. Я посеял семена, просто семечки, из магазина купленные, но недоеденные. Вот я их посеял у себя на балконе, в почву. И вот я вам скажу, что на днях, вчера, сегодня, у меня из одного уже расцвел подсолнух. Интересно, да, интересно, это то, что у меня произошло. Сначала это семя умерло, потому что, то есть, оно вылезло, и остались только вот эти... Дольки семени. Да, да, шкарлупа. Вот со шкарлупой они росли, они опали. То есть, апостол Павел сравнивает это со смертью, то есть, что семя должно умереть, иначе оно останется одно, просто будет семечко, а иначе оно принесет плоды, и оно перерождается. То есть, мы говорим, перерождается, на самом деле, он говорит, оно восстает, как будто оно умирает и восстает. И по такому же принципу мы, как семя, тоже оставим шкарлупу вот эту и восстанем новые, потому что у нас есть надежда на Господа. То есть, это вот процесс семени и жатвы, он связанный с нами в том числе, потому что мы такое же семя. А теперь, если этот подсолнух натуральный, сколько там будет семян в нем внутри, из одного семени, который ты послезал? Ну вот. Кто говорит, о чем Иисус? Он говорит, семя, упадшая в землю, не принесет много плода, если не погибнет. Если не погибнет, если не умрет. Если погибнет, то принесет много плода.